Всем привет, дорогие друзья! Я уже запутался, какой сегодня день. Я уже даже, наверное, не хочу это видео как-то называть по-особенному, потому что это четвертый день. Нет, это даже пятый день. Пятый день изоляции. Сегодня мы уже как-то привыкли к тому, что мы сидим дома, никуда не выходим. Ну, я вчера выходил, ладно. Ездил в аптеку. Как-то странно, что ты живешь и не можешь выйти. Это немножко сковывает сейчас. На улице стало гораздо спокойнее. Народу я не вижу. Детская площадка полностью пустая. Вот идут люди. Да, они идут в масках. Возможно, на работу. Возможно, в магазин. Меньше гуляющих людей. Это однозначно. Я уже вчера подумал, чтобы такое показать, потому что уже какой день просто я рассказываю, что мы едим, что делаем. Какие-то увеселительные мероприятия, наверное, надо проводить. Говорят, что это как бы на месяц. А вы как думаете? Напишите в комментариях. Маша, как обычно, работает и делает завтрак. Да. Сегодня будет японский омлет. Что себе. Вот как многогранная жизнь на карантине-то? Самое главное и проблематичное – это отсутствие денег и, точнее, как их зарабатывать на карантине. Потому что все мы знаем, что не все люди работают, как работают. В плане того, что Маша работает на удаленке. Я в силу своих возможностей не могу работать, потому что наше предприятие закрыли. Как будет дальше, насколько это протянется? А у нас ипотека. То есть трудности, они очень колоссальны. Я просто представляю у людей, которые очень низкий достаток. И у них есть какие-то кредиты и обязательства. Как они будут справляться с этим? Люди, которые работали на двух, на трех работах. И как сейчас они будут с этим справляться? Я уж не говорю про людей без определенного места жительства. Люди, которые просили денег на улице, попрошайничали. Или просили милостыню в церквях и так далее. Сегодня видел фотографию. Ну, это демотиватор. Цыгане там, кошелевские. И где все люди? Почему никого нет? У кого, блядь, воровать? Смешно, конечно, но и плакать охотно на самом деле. Я чувствую, что когда мы полноценно сможем выходить на улицу, вот эта трава, она уже будет зеленой. Интересно, кто-нибудь берет здесь листву? Возможно, нет. Омлет японский. Маша, ты так понял, что это этот, лук, да, жареный? Ты посыпала. А это рис с овощами. У тебя, соответственно, то же самое. У тебя что, молоко или кофе с молоком? У меня зеленый чай с молоком. А у меня чай просто черный. И так каждый день. На улице сегодня похолодало. Вчера было плюс 15. Сегодня вот у нас 4 градуса. Блин, все равно такое ощущение, глупое ощущение, что нельзя выйти на улицу. И хрен знает, насколько это еще продлится. Ипотеку, скорее всего, не отменит платеж. ЖКХ не отменит платеж. А, ну, перенесут, да, так, по крайней мере, чтобы потом мы оплатили. Или все-таки правительство должно что-то делать. Смотрим телевизор. Как бы все говорят про фейки, что закон ужесточили. Что если выйдешь, там штрафы, сидите дома. Но никто не говорит, как людям есть и жить без денег. Потому что они будут не работать. Как минимум, еще, наверное, 2 недели. Почему-то по телеку об этом не говорят. Где брать деньги? Пока я монтирую видео, Маша готовит. У-ху. У нас была замороженная тиша, замороженная голова. Вот сейчас в марлю она положила. Пошка. Что там еще? Ребрышки, укроп. Нет, не укроп. Ребрышки, лавровый лист и пенец. Какие ребрышки? Ну, ребра от хребты, короче, от рыбы. Ты что, свиные ребрышки сюда положи? Ну, ребра рыбные. Что ты смотришь, что ты меня... Ну, не, ребра называются, что ли? Ну, а как? Как они называются? Ребра, мне кажется, свиные или говяжьи. Ну, хребет. Хребет, да. У рыбы ребра какие, блядь. Обычные ребра. Хребет. Ребят, ну скажите же, у рыбы ребра есть. Есть они у нее? Ребрышки. Ну, ребрышки. Хребет у нее вот это вот. Ладно. Готовь давай, я пошел дальше монтировать. Это единственное светлое место у нас в квартире без включенного света. Время уже 18.25. Я целый день монтировал два видео. Одно видео про доставку, другое видео сегодняшний выпуск, который сейчас уже генерируется. Я буду его выкладывать. Фууу... Даже не успел вам снять, как мы ели уху. Я думаю, вы немного пропустили. Маша уже отработал. Написал какого-то там робота. Он уже сидит, смотрит телек про коронавирус, статистику, как она растет. очень смешно очень содержательная статистика между прочим сейчас нам придется идти выкидывать мусор и все опять за хлебом вот следующее включение уже будет с улицы которая под запретом ну чё опять вооружились маски выкинем мусор аж набралось два мешка собак сава возьмем мил ты наш иммунитет и мусор и собака это два в одном то есть мы можем дальше пройти чем 100 метров и еще в магазин три повода у нас давай девай а зачем тебе если ты будешь милку держать я же будьте двери открывать на всякие да я буду мил ешь гулять нахожусь в подъезде как будто заброшенным здание каком-то тишина никто не ходит не заходит но на улице я бы так сказал что народ ходит ходит большинстве в масках ну как-то пустовато все равно как-то нет жизни какой-то пусто большинство людей здесь она ходит без масок даже не видно да что если есть ну как тебе на улице на улице снег сошел за то время пока я дома сидела у светлячка даже вывеску поменяли пока мы с тобой на карантине сидели ну чё заходим магазин решили немножко прогуляться около дома где нет народу никакого вот та самая детская площадка которая ограждена но ограждение уже все порвалось милка после прогулки уставшая валяется милучка красота . смонтировал я видосик до конца загрузил и сейчас мы будем смотреть четвертый день самоизоляции но вы его увидите гораздо раньше а это получается пятый день самоизоляции какая-то каша просто образовалась это кошмар просто какой-то ну ничего такого опять и сверхестественного не происходит монтаж съемки монтаж съемки съемки монтаж какие-то дела уже голова пухнет от компьютера хочется реально полежать воздухом подышать возможно завтра будет какой-то перерыв а нет завтра опять съемка ребята проветрите ваше помещение где вы находитесь ваши квартиры ваши дома если у вас есть дом у вас есть прекрасная возможность выйти погулять на улице подышать свежим воздухом я вам чисто белой завистию завидую оставайтесь дома берегите себя думайте позитивно и смотрите наш канал напишите пожалуйста что снять что рассказать о чем рассказать потому что мы снимаем просто как вот есть что придет в голову просто мы показываем как вот есть на самом деле вот просто 360 градусов как есть она так и есть если вообще прям откровенно то я в трусах стою специально отдел майку чтобы быть как-то более привлекательным ну по крайней мере я так считаю завтра будет новое видео по крайней мере мне не хватает чуть-чуть обратной связи от вас даже плохой негатив напишите а то что-то я сегодня поймался на мысли что как бы видео выходит уже очень часто очень много просмотров а комментариев нет хотя я сам редко пишу комментарии но все равно если вы посмотрели видео да хотя бы до этого конца напишите ваш комментарий плюсы минусы негативы лайки дизлайки все что угодно будьте здоровы не пропадайте приходите наш канал смотрите мойте руки и старайтесь не выходить на улицу одевайте маски перчатки я перчатки соцедеваю всего доброго спокойной ночи до завтра